приветствую всех пар месяцев назад я кидал анонс в телеграм по поводу некого усовершенствования или дополнения что ли о энергопосоху он имеет вид вентилятора в анонсе он крутится якобы самостоятельно на самом деле это не надо питать иллюзии а то сейчас тут всякие бтгшники да сверхъединичники налетят нет это просто воздух от вентилятора поток идет и он крутится так как вот эти лопасти сделаны немножко изогнутые так как он одевается на посох но я ограничен тут опять же в этом помещении это середина посоха вы тут можете посмотреть орнамент я несколько изменил его согласно вот этому жезлу который я раньше показывал уже это же демонстрировал немножко вот его уже пригладил поэтому вместо посоха я просто подключил генератор обычный который точно такой же как и посохи и качестве баланса вот вторую часть от посоха по цене сейчас все объясню как конструкция как подробности немножко просто покажу как вот он по идее действует можно посмотреть как тут светится индикаторы которые просто лежат рядом вот индукционные которые срабатывают натвор сейчас вот здесь зазор около миллиметра поэтому достаточно свободно крутится на подшипниках и я вам показываю как он именно как у него энергия проходит из-за лопастей и как моргает здесь сложно поймать немножко было все видно к сожалению я говорю камера не очень такие вещи работают я думаю понятно значит принцип о какой самое главное то что надо определить вот он ставится на посох примеру уже не подключаем как вы видели на предварительном видео и его можно вращать или при помощи внешнего потока воздуха ну или конечно какой-то сюда привод поставить я пока так думаю это все макетный вариант для отработки и проверки своих же собственных идей вторую часть пока не делал потому что для посоха варианта этого надо будет конечно сделать аналогичную вторую часть точно такую же чтобы все было симметрично вот этот механизм он вращается и так и так можно двигать значит здесь зазор можно увеличивать уменьшать до сантиметра и это все вытаскивается сейчас все покажу насчет того что кто думает что там нету контакта между ними и это какая-то проблема нет это никакой проблемы абсолютно нету в этом я уже говорил по жезлу что вот тут не обязательно это все паять достаточно просто накладывает этого зазора там которого почти нет но все-таки там клейкая какая-то основа есть поэтому вроде может быть изоляция тем не менее это не имеет никакого значения то энергия которая нам необходима она проходит вот даже по пространству если не слишком далеко почему я и обязательно для посоха везде указываю что желательно чтобы посох стоял несколько хотя бы около метра двух от всяких тяжелых металлических предметов так как этот металл оттягивает эту энергию а когда тут совсем все близко буквально миллиметры то тем более тут идет переход прямо без вопросов и причем гальваническая развязка и вот здесь около миллиметра двух может быть зазор вполне достаточно чтобы все полноценно работала и даже если сделать сантиметр и все это проверить то но все точно так же и работают возможно с минимальными потерями хотя видите по индикаторам никаких потерь так нет и все так же как и было ну а теперь главное в самой конструкции то что сама система это понятно чисто так механизм для балансировки здесь вот стоят два больших подшипника надо конечно поменьше но какие были под руками вот я буду заказывать на расчетке два раза меньше потому что они немножко все таки дают большой объем расхода пластика вот тут можно все это фиксировать менять как надо даже так и так то есть когда устройство вот так вот и это с двух сторон если себе представить вот вот такую систему то получается уже даже не посох а какое-то интересное устройство причем все это можно будет уже использовать не прямо по назначению как посох а то есть когда будут лопасти крутится и с одной и другой стороны можно закручивать еще и сам после как я вам когда-то рассказывал то есть на каких-то растяжках или прямо вот на нитках на лесках подвешивать где-то к потолку и не чтобы он мало что так сам по себе вращался в разные стороны еще и вот это все этот механизм вращался вот это и есть самая настоящая модуляция энергии которая необходима организму для того чтобы он воспринимал эту энергию и использовал по назначению а вот все эти попытки модуляции вот эти все которые занимаются радиолюбители вот эти электрики вот эта модуляция это типа того что вот как вы двигатель например регулируете скорость движения бензонасосом я уже приводил такой пример то есть вместо того чтобы использовать как полагается какой-то именно энергетический посыл мы используем на сегодня что-то такое невообразимое то что не следует использовать примеру я как-то делал анализ одного комплекта вы вероятно помните еще несколько лет назад вот там например генератор точнее усилитель для класса то есть экономичный усилитель регулировался при помощи лмки 317 мощность выхода усилителя регулировалась его питанием ну я не знаю очень оригинальная идея конечно когда усилитель для класса который потребляет мало энергии то есть у него кпд достаточно высокие под 90 процентов а лмкой и все это сбривается получается кпд опять же как обычного аналогового усилителя так вот вот как видите очень довольно закрученная система вот это идет основной излучатель а вот это уже переходная система гальванический развязано фактически и в то же время из-за того что вот идет такой переход как видите вот это например идет под часовой стрелки а если мы перевернем сюда то это идет против часовой стрелки и здесь вот таких вот излучателей 6 здесь же 4 но предусматривается 8 то есть вот этих лопастей у меня предусмотрено не 4 а 8 просто я пока сделал такой макетный вариант и думаю надо все буду переделывать просто надо было посмотреть что чего и как будет работать и вот если внимательно посмотреть как это действует то есть видите вот здесь вот идет встречная если например мы крутим против часовой стрелки то вот эта ось и это они находят друг на друга то есть это уже один вариант модуляции есть мы крутим вот сюда то получается что уже действует вот эти на вход навстречу друг другу и соответствующая получается модуляция опять же зависимости от оборотов наклона и всего остального это мы получаем целую массу различных ситуаций когда энергия уже модулируется совершенно по-разному и воспринимается организмом тоже совершенно по-другому то есть вот например если сделать вот так вот наклон туда или сюда и на другой стороне соответственно ну мы получаем вид модуляции который будет идти не совсем прямо а вот видите под каким-то градусом если мы вот так делаем значит у нас идут параллельные если мы делаем вот так то же совершенно по-другому энергия модулируется и идет на полное пространство все это конечно чисто макетный вариант и все сделано было чисто для того чтобы я мог поэкспериментировать и проверить свои идеи возможно я тут что-то буду менять и опять же эти лопасти расширять я вот их тут немножко загнул но буду их делать еще больше и опять же так как я все никак не закажу филамент проводящие так как все не продам никак первый свой принтер 3d вот и все уже это думаю делать именно на печати они вот обклеивать какой-либо фольгу и так как все таки это фольга она ограничивает мои желания как я все-таки хотел бы здесь это сделать так что внимательно смотрите можете это попробовать повторить эффект от этого довольно серьезный сразу говорю если это сделать полноценно то именно то что я и думал она будет происходить правда это опять же все еще только как действие излучатели а я вам уже говорил что все таки на будущее собираясь отойти от генераторов и этот этих торов а использовать это все по-другому но для этого надо много экспериментировать и много времени вообще этот выпуск я сделал именно потому что как оказалось последний мой выпуск очень быстро как-то набрал почти 2000 просмотров хотя у меня маркер как я вам говорил установлен но мой такой условный маркер установлен на тысячу то есть если больше тысячи набирается тогда я делаю следующий ролик и набирается ну значит вот прошлое предыдущие ролики долго не набирались и соответственно я где-то на почти три месяца исчез а тут так как она буквально за несколько дней набралось то и экспромтом выпускаю вот этот ролик так что вот вам вариант если кому интересно я могу все все эти файлы 3d скинуть мне не жалко как вы знаете я все вам отдаю все что делаю так что думаете смотрите и главное размышляете для чего и почему вот именно так сделано и почему я не очень хочу заморачиваться по поводу модуляции самого генератора да у меня есть еще несколько лет назад я отработала алгоритм именно цифровой для того чтобы управлять генератором но мне нужен хороший программист который у меня даже был на несколько месяцев мы с ним пообщались покрутились и он исчез поэтому к сожалению модуляция генератора откладывается да и не особо то я и стремлюсь к этому хотя как я говорю у меня есть определенные алгоритмы которые я хотел бы реализовать но нужен хороший программист потому что мне во первых некогда заниматься программированием а во вторых я это делаю очень медленно и то что может сделать классный специалист я буду делать ну раз десять дольше а мне очень жалко времени для этого хотя я занимался программированием еще 50 лет назад когда такого в общем то и почти не было когда мы программы набивали на перфа лентах и перфа карта это наши были самые самые первые программы так что кому интересно повторяйте и как я говорю если будет желание у вас повторить даже вот то что есть я файлы вам выложим прямой доступ да и все-таки подписывайтесь на телеграм у меня ссылки всегда есть под роликами так как там все-таки я выкладываю быстрее чем на youtube на ютубе надо все готовить все эти ролики это мне уходит недели бывает особенно на те которые предыдущие например сенштейном у меня вообще два месяца и готовил этот ролик даже больше и еще буду выпускать продолжение но опять же надо еще много времени потратить чтобы это все сложить и довести до ума ладно теперь всем пока а